Кто там? Глафера, это ты? Ты же померла! Чёрт меня! Чёрт! Чёрт меня! Жизнь! Жизнь! Иди, иди! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, ребятки, поживем денек-другой на природе, но это же лучше, подышим свежим воздухом, это же лучше, чем в душной избе с тараканами, клопами, правильно, Коля? Ну вот, ну, благодать-то кругом какая, господи боже мой, ну? А что это у вас такое? Это, это прибор для определения геомангитных аномалий. Так вы же не физики. Хе-хе-хе-хе, не физики. Бабочка, которую мы ищем, она водится как раз в местах геомангитных аномалий. Ну, такова особенность подвида бабочек мертвая голова. Вот так. На секундочку, у меня к вам просьба. Пожалуйста, не отходите от палатки слишком далеко, ну, мало ли что. Договорились? А я, Викентий Аркадьевич, хотел в Лиходеевку сходить. Чего? Куда? Это еще зачем? Ну, так, с местными жителями пообщаться. Нет, Митенька. По договоренности с вашим директором вы поступили в полное мое распоряжение. Я прошу вас выполнять все мои поручения, указания, вы поняли? И, пожалуйста, без меня никаких самостоятельных вылазок. Договорились? Да что за таинственность такая? Это не таинственность, Митенька. Так надо. Митя, вы не нервничайте. Вы нам еще понадобитесь. И поверьте мне, вы не пожалеете, что с нами поехали. Я вам говорю. Так. Вот оно, наше кладбище. О! Митя! Митя! Ну-ка быстрее сюда. Вот, Митенька. Вот. Вот, Митя, где похоронен отставной майор от инфантерии господин Кокуев. Вместе с столь любезным в его меланхолической душе. А возлюбленный его, Дарья Михайловна Суурина, лежит рядом. Викентий Аркадьевич, так может мы с нее и начнем? Может быть, может быть, не знаю. Что все-таки происходит? Мы что, пришли сюда ловить бабочек? Именно здесь водится под вид мертвая голова? Мертвая или не мертвая, это мы выясним чуть позже. Да, Корин? Викентий Аркадьевич, может мы объясним? Может и объясним. Значит так, Митя. Как вы уже поняли, мы не энтомологи. И не физики. И не физики. Мы с любезным Николаем Егоровичем работаем в одном научно-исследовательском институте. А точнее сказать, учреждение, да, Коль? Которое занимается проблемами парапсихологии. Вам это знакомо? Так вот, мы считаем, что поверья, сказки, имеют вполне реальную под собой, так сказать, почву. Понимаете? И вот мы с Николаем Егоровичем обнаружили на этом кладбище семь захоронений так называемых биороботов. Зомби. Коля, биороботы тоже не очень точно. Но зомби совсем какая-то иностранщина. Так вот. Понимаете ли, Митя? Жизнедеятельность этих особей сведена почти к нулю. Но при особых условиях их можно реанимировать. Так условия мы не знаем. А вот кто этим занимается, мы догадываемся, да, Коля? Догадываемся. Вот-вот. Вам все понятно? Вот она, Дарья Михайловна Сурина, красавица наша. Что, господи? Вперед. Так, давай быстренько лопаточку ему. Митенька, дайте ему лопаточку, дайте ему. Осторожно. Так. И раз. И вы тоже, пожалуйста. Вот это замечательно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Давай, Митя, ну помогите. Что же вы стоите? Ну, давайте, давайте. Подсовывать, подсовывать. Поехали. Давай я подержу. Все, подлась сюда. Осторожно, осторожно, осторожно. Давай, 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 Митенька, Митя. Ну, помогите же. Ну, что же вы? Коленька, надень перчатки. Она смотрит. Спокойно, Коля. Спокойно. Так. Вот она. Наши предположения, ребятки, подтвердились. Перед нами биоробот. Или как вам, как вам будет угодно. Зомби. Правильно я говорю, зомби? Ну, что же. Ну, может быть, это всего-навсего мумифицированный труп. Тоже возможно. Вот что, Николай Егорыч, любезный. Давай-ка измерим нашей красавице температуру тела. Ты на это как? Да мне не по себе как-то. Ах, не по себе. Ну, давай тогда я. Ну, что же делать? Давай я. Ну, давай. Придется мне. Что же делать? Так. Помогите мне. Давай. Вот так. Аккуратненько. А то я сейчас красавицу задавлю. Температура тела соответствует температуре окружающей среды. Да, глаза. Глаза. Что глаза, Николай Егорыч? Глаза на свет не реагируют. Так. Вот что. Дай-ка мне зонт. Дай-ка мне зонт. Попробуем измерить температуру этого объекта, так сказать, изнутри. Подержи. Так, я сейчас наушнички надену. Давай. Дай. Ага. Ага. Ахахахаха. Все-таки небольшая разница, но есть, Коля. Все-таки есть. Но, может быть, это результат ления ткани тоже не исключено. Да какое-то ление. Сто лет уже трупу. Уже давно должно было все в прах рассыпаться. Николай Егорыч, вы не спешите. Никогда не спешите. Дайте лучше биобиолокатор. Что, Митя? А что это, граждане, тут происходит? А? Повторяю, граждане. Что здесь происходит? А мы из Академии наук раскрутки ведем. Коленька, покажи, пожалуйста, наши документы. Вот разрешение. Не-не-не-не. Дай-ка я. Вот, пожалуйста. Разрешение всех ведом. Кстати говоря, из отдела внутренних дел, прошу. Мы ведем раскопки. Дарью выкопали. Нехорошо. А вы, собственно, кто? А я? А я здешний участковый. А документики ваши можно? Документы мои, значит. Коля. А Дарья сама сегодня к вам в гости придет. Коля, держи его. Коля, держи его быстро. Стой. 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 Ну вот и наш Коля. Ну что? Что же это такое? А, видишь, хозяева кладбища дают о себе знать. Ты зря-то по нему стрелял. Были бы серебряные, были бы серебряные пули. Тогда имело бы смысл. А так чего же стрелять-то? А с этим? Что делать? А милиционер сказал, что красавица сегодня нас должна навестить. Конечно, можно было бы в нее вбить осиновый кол. Но очень интересно посмотреть, что они будут делать. Так что оставим все как есть, а завтра посмотрим. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Так, друзья мои, то, что нас сегодня посетят, у меня лично не вызывает сомнений. Викентий Аркадьевич, может быть, уедем? Дмитрий, да вы что? Коля, что в таких случаях делают? Магический круг. Магический круг. Средство стародавнее, но испытанное. Значит так. Окапываем наш бивак. Палатка в центр круга. Копаем ямку неглубокую, но непрерывную, не дай бог, где порвется. Викентий Аркадьевич, может быть... Митя, я вас прошу, пожалуйста. Коленька, вперед, лопаты. Готово. Молодцы. Теперь берем веревку, укладываем в канавку. Плотнее, Коленька, плотнее, плотнее. Молодцы. Так. Хорошо. Неплохо получилось, а? Значит так. Теперь нужно выкопать четыре пятиконечные звезды. Коля, компас. Молодец. Так. Значит, север у нас здесь. В вершину звезды должна быть направлена в центр круга. Копайте звезды побольше и поглубже. Потом мы уложим в них дроба, чем-нибудь обольем и подожжем в нужный момент. А вот это, ребятки, святая вода. Один знакомый священник осветил специально для таких случаев. Это, так сказать, оружие массового уничтожения демонов. Мощнейшая вещь, говорят, хотя я никогда не пробовал. Дмитрий, скажите, вас в детстве крестили? Значит, все в порядке. Вперед, вперед, ребятки. Так. Ребятки, почти двенадцать. Скоро начнется. Продолжение следует... 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 Фу, да оно же скисло А хозяйка только сегодня с утра надоела Смотри, Митя Погода какая? Жара, вот и не мудрено А надо лягушку живую бросать в молоко, тогда и не скиснет Утром надоели На вид дня 3-4, вон даже все зеленое А дальше-то что? Что-что-что? Надо в город возвращаться Все прояснилось, все, все прояснилось Да? Не было никакой надписи Не было Кладбище? Было Старинное? Да Не более того А все эти колдуны, эти ожившие мертвецы Это плод вашего воображения Вот, Митя, Митя, ну вы признайтесь, что, так сказать, подшутили Над Валентиной Сергеевной, подшутили Шутка, конечно Веселая, но не оригинальная А я-то, я-то старый дурак, поверил вам Поперся в эту какую-то даль Да это была шутка Ну что, едем? Подождите, мне надо к бабке сбегать, корзинку отдать Только быстрее, быстрее, быстрее К вечеру мы должны быть в городе Петр Петрович Грибов-то набрала Все один к одному Ну как, молочко-то понравилось? Да скисло оно ваше молочко-то Как скисло? Только сегодня утром подоила А ты в лес-то не одна ходила? Да нет, не одна Мы втроем приехали А покажи-ка мне их Пойдемте Только расскажите, что случилось-то? Здравствуйте А Петр Петрович-то где? Где, где? Здесь где-то был Скоро придет Наверное А старичок-то ваш исчез Петр Петрович Где вы? Так, ребятки Это, видно, колдун был Какой колдун? А с чего вы взяли, что это колдун? А молоко-то Свежайшее В минуту скисло Первый признак А сами-то вы кто? Как кто? Я-то кто? Божья старушка Местная жительница Мне Забалуев еще на кладбище не понравился Как-то странно вел себя А вы и на кладбище были? Были А зачем? Да, ребята Пора вам мне всю правду рассказать С какой стати? А с такой Потому что вы из этой истории Без меня не выпутаетесь Вот вам яблочки Ладно, хорошо, что вы мне все рассказали Хотя и поздновато Ты, Валентина Видела на кладбище Древний обряд Который обычному человеку Видеть не полагается Как они мертвых поднимают Для чего Особое дело Но то, что ты прочла На могильном камне Судьбу свою В этом Не сомневайся И они от тебя Не отстанут Пока тебя не ухайдокают Вот Забалуев Которого вы Так называете Это без Валуев Это их главный Он просто принял вид Вашего Петра Петровича И колдун за вами увязался Он и сейчас ходит где-то рядом Если бы не молоко Может статься Была бы эта ночь для вас Последней Случайность подвела Ну что ж Время позднее Садитесь на вашу Тарахтелку-то Да в город А тебе, Валентина Я советую Вообще уехать Подальше Можно еще чайку? Пожалуйста, с удовольствием Ну уж вы осторожней езжайте И в городе опасайтесь Ну с Богом Субтитры создавал DimaTorzok Митя, Митенька, господи Что с тобой случилось? Митя, Митя! Ну вот Все-таки они меня достали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вкратце Как он? Еще слаб, но гораздо лучше Пойдемте, Валентина Сергеевна Вы знаете, нет ничего лучше Чем пройтись с красивой дамой В августовскую ночь Пойдемте Вы считаете, что все эти ужасы Мистификация? Отнюдь нет Нет Я так думаю Что здесь имеет место быть Черная магия Я так думаю Уважаемая Валентина Сергеевна Как вы думаете Почему они вам демонстрируют Весь свой арсенал И при том, заметьте Самые изысканные трюки И вот это предсказание Насчет оставшихся 13 дней И эти страшные знамения Ну не проще ли было Завлечь сейчас какую-нибудь трясину Которых полно в этих троях Или простите Обрушить на вашу прекрасную головку Какое-нибудь Ну так Гнилое дерево А? Я думаю Это проще и эффективнее А мотоцикл? Я же чуть не погибла Именно чуть Именно чуть На вас нет Ни единой царапины А вот возьмем другой эпизод Вот эти видения В прихожей Когда вам ясно сказали Выход Есть Да где же он? Где? Погодите Погодите Уважаемая Валентина Сергеевна Давайте подумаем А зачем Собственно Вы им понадобились? Понимаете Эти колдуны Очень старые Но нам не пришлось В тот раз с ними встретиться Но надеюсь Что на этот раз Ну в общем Они ведь понимаете Должны передавать Свои знания Или я бы даже сказал Еще точнее Свою силу Кому-то Ну Как вы понимаете Не первому встречному Это же ясно Вы хотите сказать? Им Колдунам то бишь Нужны ученики И как мне кажется Эта роль Валентина Сергеевна Отведена Кому? Вам Значит так Никаких активных действий Без меня Не предпринимать Обо всех шагах Докладывать мне Телефон у вас есть Для начала Вы поедете в архив Забалуеву Постарайтесь за ним Проследить За странностями Его поведения Там Как он говорит Как он действует В общем Фиксируйте Все Валентина Сергеевна Какими судьбами А? Давненько Давненько Что-то вас у нас Не было С чем пожаловали? Петр Петрович Да я Была у вас Ведь в этот понедельник Как в понедельник? В понедельник А архив не работает У нас в понедельник Был Санитарный день Да Значит я ошиблась Наверное только Хотела зайти А что вам понадобилось? Да деревенько Одно интересуюсь Лиходеевка называется Да-да-да Слышал-слышал Говорят там Всякая нечисть По лесам ходит Мертвецы Петр Петрович Давайте говорить Откровенно Что вы от меня Хотите? Зачем травите? Нечисть поцелаете А? Валентина Сергеевна Да не заболели вы А? А затем Что ты нужна нам? Поезжай Милая Снова В Лиходеевку Не пожалеешь Валентина Сергеевна Здрасте Я в хранилище Задержался А я была у вас В понедельник Валентина Сергеевна Конечно были Были Но помните Мы еще всю ночь Просидели С Митей Мы рассказывали Про эту деревню Как она называется Вот Ну не важно Вот А потом договорились Утром поехать В нее Я опоздал У меня дома Пожар случился Знаете Вдруг ни с того Ни с сего Загорелась Проводка Вот Прибежал утром К вам Мне сказали Вы уже уехали Ну вы скажите Вы уже ездили И что-нибудь новое Узнали Так 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 Вы знаете Валентина Сергеевна Мне кажется Тут дело сложнее Сложнее Я тоже думал Что Архивариус Из их компании Видимо Я ошибался Я думаю Тут Действует Такая Направленная Галлюцинация Или того хуже Классический Оборотень И потом Уважаемая Валентина Сергеевна А почему Ребенок Мальчик 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 Не может быть. Это Кэра Божья! Кэра Божья! Кэра Божья! Кэра Божья! Кэра Божья! Ум, complicated этапs. Вот так... ... Кэр gedacht! Кэр... Кэр... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Валентина Сергеевна говорил Профессор, надо ехать туда и смотреть Ну что, поехали, Валентина Сергеевна С нами не пропадете Договорились? Ну и все Да, проходите, пожалуйста Проходите туда Коля, быстрей туда Да, туда в комнату, проходите, пожалуйста Боже мой Валентина Сергеевна, у вас шикарно Одну секундочку Ага Валентина Сергеевна Именно это зеркало Являло вам чудеса Ха, Коля, будем начинать А что он делает? Как что? Чертит магическую пентаграмму Бухов будет вызывать Вы серьезно? Вполне Нет, если вы боитесь Вы можете уйти куда-нибудь приночевать Или Коля отвезет вас ко мне Ко мне в гостиницу А можно остаться? Конечно Необходимо Уже главное есть училицо Не беспокойтесь Все будет хорошо Послушайте, профессор Все хотела у вас спросить Но как-то не решалось А чем у вас закончилась Ваша поездка в Лиходеевку О которой мне Митя рассказал Ах, Митя рассказал Да ничем Когда на следующий день Мы пошли на кладбище То не обнаружили Ни одной активной точки Больше того Могила девицы Суриной Была закопана И когда мы ее раскопали Валентина Сергеевна Что вы думали? Она оказалась пуста И тогда я понял Что мы их спугнули Я попытался поговорить С кем-нибудь в деревне Но все были точно глухие Кстати, вашу бабку Агриппину Кузьминишну Я очень хорошо помню Но я не понял Кто она такая Она единственная Кто не уклонился От беседы со мной Она, как я понял Представитель белой магии Добрых сил Которые мирно Сосуществуют С черной магией Однако мы заговорились Пора начинать Подержите, пожалуйста А теперь пошли Так, Коля, держи Валентина Сергеевна Нужно выключить свет По-моему, это здесь Попробую Ну ладно, начинай КОНЕЦ КОНЕЦ Не торопись Подожди еще полчасика Я пока займусь Зеркалом Валентина Сергеевна Пойдемте Пойдемте КОНЕЦ Коля Иди сюда Коля, смотри Прямую дорогу проложили А? Валентина Сергеевна Кладбищенские огни Первый признак колдовства Понимаете? Вы знаете что? Из вашей квартиры Нужно прямо попасть туда Пройдя сквозь зеркало А? Неужели? Конечно Нужно только знать код Потрогайте Валентина Сергеевна Не бойтесь Потрогайте Оп Так Валентина Сергеевна Теперь вернемся К нашей пентаграмме Время к двенадцати Пора начинать Коля, пошли Да Дело в том Любезная Валентина Сергеевна Что если вас действительно Посещали Сверхъестественные силы То должен был остаться Некий отпечаток Так сказать Эманация Понимаете? Ну я вижу Что вы понимаете А, да Валентина Сергеевна Хотя и на короткое время Мы сможем увидеть колдуна Вернее не колдуна Его, так сказать Отображение Коля у нас специалист По вызыванию Духов Валентина Сергеевна Валентина Сергеевна Прошу сохранять спокойствие И не волноваться И молчать Кто ты? Хозяин Кладбищ Зачем ты приходил сюда? Заклинаю тебя демоном Демона Пасторота Отвечай Зачем ты приходил сюда? За ней Зачем она вам? Она должна стать Одной из нас И она Станет И сколько вас? Нас Легион И не тебе Смертный Хоть ты следующий В колдовских делах Остановить нас Ха-ха-ха Да Ха-ха-ха Малентин Ну вот Любезный Валентина Сергеевна И мы увидели Организатора Всех событий Хозяина кладбища Да Интересный старичок Валентина Сергеевна Можете включить свет Что такое? Что такое? Так Не понимаю Скоро начнется Контратака Дорогие мои Возьмем каждый По свечке И пройдем В комнату Я надеюсь Валентина Сергеевна Не потеряет Присутствие духа Постараюсь Прошу Давайте 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 Валентина Сергеевна Давайте Давайте Что с вами Валентина Сергеевна Вам страшно? Нет Мне все равно Может немножко Коньячку А? Не 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 стоит Ну как знаете Спокойно 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 Мама 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 Сидеть 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 Мама Мама Где же ты? Ты меня всегда бросаешь Я так тебя ждал А не столбовая дворянка Ничего нельзя поручить Совсем мозги протухли Ищи Тут они Мама Мама Ладно Иди назад Скоро петухи Запоют Представление Представление Окончено Валентина Сергеевна Что это за сын такой? Да был у меня когда-то Ребенок Я еще тогда молодая была Мне и 16 не было Ну в общем Он утонул А Валентина Сергеевна Так вот оно что Значит Значит на дороге Вы видели его Лицо Я в этом не сомневаюсь А эти специалисты Знают свое дело На чувствах играют Но теперь и мы Знаем С кем имеем дело Мы вас оставляем Дорогая моя Что-то вы мне не нравитесь Знаете что? Знаете что? Поезжайте-ка вы в Лиходеевку Встретитесь со своей старушкой Попросите ее Чтобы она свела вас С самым главным С хозяином кладбища Когда вы с ним встретитесь Вы изобразите раскаяние Скажете что вы на все согласны То есть войдете к ним доверие Понятно? Валентина Сергеевна Смотрите по обстоятельствам Но я бы на вашем месте Не хорохорился И это вся ваша помощь? Ничего себе сказать Утешили Вы мне что предлагаете Самой прыгнуть в огонь? Дорогая моя Может быть это лучший выход Самой прыгнуть в огонь Нет, нет, нет Мы с Николаем Егорычем Будем рядом Да вы не волнуйтесь Мы глаз вас не спустим Пойдешь по улице Через три дома Будет зеленый забор И калитка там Это дом Осмодея Чернопятого А что он за человек? Хо-хо-хо Человек Ну, сама увидишь Ну, иди смелее Не бойся Входи смело СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Проходи, проходи Пришла милая голубушка наша А я уж заждался Мне бы господина Чернопятого Хо-хо-хо Господина Хо-хо-хо Не господин я Не гражданин я И даже не товарищ Я Просто дедушка Осмодей Поняла, милая Ну Рассказывай Зачем Пожаловала Я Я не знаю С чего начать Ты сначала Сначала, милая Неделю назад Я случайно Забрела на старое кладбище Ой, ну Что ж ты по кладбищу-то проводишь? И увидела там На памятнике Свою фамилию и дату И выходила Как будто мне оставалось жить Тринадцать дней После этого Стали происходить Странные события И я не знала, что даже подумать И надумала прийти ко мне Или кто тебя надоумил? Агриппина Кузьминишна А Это Ну А от меня ты что хочешь? Говорят Вы можете снять на вождении Могу Я Все могу А тебе, видать, жить очень хочется Но сначала Послужить ты мне должна На все готово, батюшка Молодец, валюта Молодец Люблю таких Простых Вставай, вставай Нечего по полу-то валяться Значит, послужить не хочешь Услужишь? Не пожалеешь? Видала во дворе козу? Ну так иди подай ее А я не умею А ты учись Учись Ну Музыка Он Как же тебя доить-то? Умельщик! Ой, батюшки! О смерти подумай! Ну как, подоила? Вот, пожаловала к нам гостья. Наша гостюшка в недоумении, зачем мы ее сюда позвали. А затем, ласточка-то наша, чтобы посвятить тебя. Мы много о тебе знаем и очень-то нам понравилось. Тем более, что мы одного с тобой корня. Не может быть. Ну как же, ласточка моя, родословной своей не знаешь. Дед твой, Григорий Семенович, из наших. И прадед твой, и прапрадед все отсюда. Так что мы с тобой дальние родственники. На кладбище ты видела, на что мы способны. Да и потом, я думаю, убедилась. К архивной крысе этой Забалуеву прибежала. А я тут, как тут. Ну как, похож. Да и этот Митя давно поперек дороги стоит. В первый раз не в свое дело залез. И теперь под ногами путается. Ну ничего. Я думаю, теперь успокоится. А с малюткой ловко получилось, а? Мама, мама, как я тебя долго ждал. Хватит, перестаньте меня мучить. Мамочка, а хочешь, я каждую ночь являться буду. Ну ладно. Ты, ласточка, на нас не обижайся. Так для дела надо. Помучить тебя малость. Что мне понравилось? То, что с ученым познакомилось. В доверие к нему вошло. Это полезно. Профессор Струмс нам мешает. Профессор Струмс нам мешает. Человек он непростой. Тоже, можно сказать, из наших. Умеет кое-что. Тут спору нет. Но. Убрать его не уберешь. Не та фигура. Да и себе дороже будет. Однако от наших мест его спровадить надобно. Пора тебе возвращаться к нам. Научим тебя кое-чему. Не пожалеешь. Все иметь будешь. А главное, власть. Что тебе люди? Букашки да таракашки. А мы? Вон. Глафира. Дура дурой. А тоже кое-что умеет. Не только. Мя. Козой оборачиваться. Вот она. Голубушка наша. Сегодня мы будем ее посвящать. Натопите-ка баньку. Приготовьте все, что нужно. А ты, ласточка, иди передохни Покудова. В кого же вы посвящать меня будете? Ай, не поняла. Ведьмы. Милые мы тебя сделаем. Какая из нее ведьма? Она только мухоморы собирать может. И мухоморы пригодятся. На-ка. Выпей. А теперь. Отдохни. Верка, проводи ее. Мухоморы собирать. Дурак. А. А-ка. А-ка. Хо-хо-хо-хо! Пионеры принимать будешь? Ты шуточки все шутишь? А что, нельзя? Ложись, милая. Ложись. Лежи. Лежи, милая. Кастанама. Абухаста. Фахара. Кастанама. Фахар. Ой! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 зачем пожаловали? Как в первый раз. Затем же, что в первый раз. А именно нам нужен ваш, ваш живой мертвец. Ну что ж, ради науки ничего не жалко. Только что я получу взамен? Моншер, взамен вы получите отпущение грехов. Это немало. Приятно встретить в нашей глуши столь образованного человека. Если не надо, не надо, не надо. Значит так. Вы нам предоставляете своего биоробота, Мало того, показываете великое воскрешение, а взамен, взамен мы оставляем вас в покое. В противном случае, дорогой мой, мы разворошимся ваше осиное гнездо, а кладыще мы сроем и зальем бетоном. Я согласен на ваше предложение. Сегодня же устроим великое воскрешение, а завтра вы получите кадавра, или как вы выражаетесь, биоробота. Угу. Против власти не попрешь. Правильно. Еще мало того, вы знаете, что вы снимете заклятие с нашей уважаемой, милой Валентиной Сергеевной. Да-да-да. С ласточки нашей. Тебе что, Аль, ведьмой быть надоело? Аль не понравилась. Зря. Любая городская мадамка позавидовала бы. Ну, как знаешь. Телле начальники указывают. Не пожалеть бы тебе, милая. Не угрожайте, мэтр. Валентина Сергеевна, не бойтесь. И так, в полночь, на кладбище. И так, братья и сестры, они пришли. Они требуют великого воскрешения. Кто они такие, чтобы требовать? У них есть право. Ни один из непосвященных не присутствовал на великом воскрешении. Я повторяю, у них есть право. И так, братья и сестры, приступим. И так, братья и сестры, приступим. Нужна жертва. Жертва! 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 Мой сын! Тихо, 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 тихо. Это всего-навсего призрак, Валентина Сергеевна. Не волнуйтесь. Нужен палач! Ты! Нет! Я сказал ты! Нет! Шш! Простите. Позвольте, это сделаю я. Тебе нельзя. Ты не наш. Нет! 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 Это сделаю я! Аааа! Аааа! Держи, Коля. Валентина Сергеевна. Держи, Коля. Держи, Коля. Держи, Коля. Держи, Коля. Держи, Коля. Держи, Коля. Да, права была Глафира, какая из тебя ведьма, снимай из тебя заклятие. Впрочем, она сама его с себя сняла, не стала рубить младенца. Ну, можешь отправляться домой, никто тебя больше не потревожит. Значит, дорогой мой, мы первую часть, вы первую часть нашего договора выполнили. А что касается второй... Нам, нам, вам нужен кадавр. Да. А он тут рядом, если желаете, можете взглянуть. Желаю, 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 желаю. Не какой-нибудь завалящий, а сам майор Какуев, собственной персоной. Да что вы, личность небезызвестная, да? А, сочинитель, П, пойдемте. Пойдемте. А, вы, голубушка, не желаете полюбопытствовать? Как знаете, пойдемте. Пойдемте. Значит, я вам скажу так, что мы сейчас немедленно, немедленно грузим его в машину. Да. Немедленно уезжаем, потому что у меня просто зудит, у меня просто, я не могу. С мертвецом в одной машине? И я не поеду. Успокойтесь. Я лучше пойду пешком. Валентина Сергеевна, да, действительно, Валентина Сергеевна принесла слишком много за это время. Значит так, мы решаем так. Сейчас мы отвезем Валентину Сергеевну. Да. А завтра мы приедем за вашим какой-то, мы договорились. Как хотите. Валентина Сергеевна. Дело хозяйское. Да, Валентина Сергеевна, все, 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 все. Счастливо, счастливо, счастливо. Я, как вы понимаете, хотел бы... Скажите, мне было отпущено 13 дней, а сегодня последний. Что же, мне завтра умирать? Да что вы. Ну что ты, голубушка, я же сказал, заклятие снято, живи себе на здоровье. В гости приезжай, в гости приезжай, за грибами. Ты ведь любишь грибы собирать, а кушать. Ха-ха-ха-ха. Все, 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 счастливо, счастливо. Ну? Ну что, все нормально? Вы знаете, ничего подобного не видел. Ваш майор, это уникальный, уникальный экземпляр. Это я вам говорю. Да уж, лучше отдаю. Как говорят, от сердца отрываю. Не то, что это рухлядь, которую вы ночью видели. А позвольте полюбопытствовать, что вы с ним будете делать? Потрошить или еще чего? Нет, потрошить не будем. Хотя, впрочем, не знаю, не знаю, не знаю. Надеюсь, он попадет в хорошие руки. Берегите его. Ладно, голубчик, мы постараемся. Так мы завтра за ним заедем? Ну, конечно, и наш уговор. И вожить нас больше не будете. Дадите спокойно дожить свой век. Голубчик, мы же договорились. Вы что, мне не верите? Верю, батюшка, верю. О, это за нами. Значит, до завтра. До встречи. До завтра. До встречи. А ты, голубушка, аль, попрощаться не желаешь? Как невежливо. Обижаешь старика? Зря. Все хорошо, что хорошо, как кончается. Валентина Сергеевна, вы в порядке? Хорошо. Я думал, озерит свое слово, он больше вас не тронет. Он больше вас не тронет, это я уверен. Да. Ну, пока все идет нормально. Нет, нет, конечно, от них можно ждать любого и пакости. Но это не в их интересах, я бы сказал. А? Как вы считаете? Постойте. А заедемте к бабке Огриппине попрощаться. Валечка, ты опять уезжаешь? Все, торопишься. Ну, с катертью дорожка. Да, кстати, я тебе грибов набрала. Одни белые отборные. Дом пожаришь. Ой, ну, Огриппина Кузьминич, ну, мне как-то неудобно. Спасибо большое. Бери, Валечка, бери. Какая красота. Спасибо. Девчонки, грибы со сметаной. Класс. Ага, мое коронное блюдо. Зря, что ли, ездила? Давай, 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 вот сюда, вот сюда, давай. Надеюсь, понравится. Слушай, пахнет вкусно. Какая красота. Да, обалдеть. Ну, что, за кем поухаживать? Ну, за мной, конечно. Эй, ой, извините. Валечка, давай, тебе. Ой, не, не, Люсь, Люсь, спасибо, не надо. Понимаешь, я как-то не ем грибы. Я вот люблю их собирать. А как бы есть так особо. Первый раз, первый раз такого грибника встречаю. Какие вкусные. Сама-ка попробуй. Слушай, Валь, как вкусно. Ты сама готовила? Ну, да, нравится? Обалдеть, очень вкусно. Ой, ну ладно, девчонки, раз вы так валите, попробуем. Давай, 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 давай. Так уж и быть. Я тебе самый маленький положу. Ну, хорошо, давай. Чуть-чуть. На. Давай. Попробуем. Ну, если действительно так вкусно. Валя, Валь, что случилось? Что с тобой, Валь? Валь, ты чего? Валя, Валя. Мама, Валя. Слушай, принеси воды быстро. Ага. Валя. Валя, что с тобой, Валя? Валечка, Валя, Валечка. Ну, что с тобой, Валечка? Валь, Валя. Сожалею, но помочь ей уже нельзя. Она скончалась. Валя, Валя, Валя. Да, покойница, царство ей небесное. Вот скажи, странно, странно она всё-таки умерла. А вскрытие что показало? Никакого вскрытия не было. Ну, чё ты ничего не знаешь-то? А чё? Господи, а чё? Про убийство не знаешь? Нет. Ну так, убийство произошло. Вон в гостинице для начальства. Да какое страшное убийство. Значит, убили учёного с ассистентом. Это у меня зять работает в милиции. Ну, по секрету, всё рассказал. И скромсали, все головы отрезали. Эх! Самое важное. В номере, вот так от пола до потолка, всё в крови. Да не ахай. Ночью всё произошло. Они сонные были. Главное, все стены кровью исписаны какими-то непонятными знаками. И узнаваем среди них почему-то только один. Звезда пятиконечная. И почему-то вершины вниз. Ужас какой. А кто убил-то? А знаешь, подозревают? Шпионаж. Ой, да нет, здесь у нас не будет. О-о-о-о, не будет. Не будет. Ну, а насчёт вскрытия-то, господи, патологода-то вчера опоздал. А сегодня-то уж не до неё. Все до убийствия. Но её же хранить надо. Да, хранить надо, правильно. А покойница-то наша такой фортель выкинула. Чего? Завещание оставила. Завещание? Да, и пишет в этом завещании. Пожалуйста, не храните меня на городском кладбище. Сохраните на сельском. Отвезите меня в родную деревню. А деревня за стверст, лиходеевка. Там мои деды-прадеды лежат. Аристократка. Кто бы мог подумать. О-о-о. Так это что, мы все туда поедем? Нет, я не поеду. Ты поезжай, если хочешь. Нет, я тоже не поеду. Я так думаю, мы здесь простимся. Потом отправим в дальний путь. В эту прости мою душу грешную. Чёрту лиходеевку. О, а кто её повезёт? А я договорилась. Ой, какая вы молодец. Вера Капитона. Да, нашла, нашла тут двух пьянчужек. Вон с нашей автобазы. Вот они отвезут. А там в деревне. Старик, имя забыла. Он встретит. И там всё готово. Да, магия выкопана. Четыре часа. Ох, пора выносить. Памятник, аккуратно. Я вижу. Вась, ты смотри. Место-то какое себе выбрала, а? Благодать. Слушай, хорош базарить, а? Угу. Давай быстренько закопаем и всё. Да? Тут должен старик быть, который, это, могилку-то выкопал. Как его? Черно... Черно... Сейчас, сейчас... О, чернопятов какой-то. Ну, нету, ну, нету тут никакого чернопятого. Долго ждали, ждали, ждали. А могилка, вот она, свеженькая. Вот, глядь, тут и памятник. А? Хороший ты какой. И написано. Петухова Валентина Сергеевна. О! И дата сегодняшняя. Всё как полагается. Слушай, оперативно работают. Ну, ладно, давай откроем это самое. Пусть последний раз на солнышко посмотрит. Ну, ты сбрендил, что ли? Ну, так... Понял. Только аккуратно. Давай, Вась, поехали. Тихонько. Положили. Я на нашу бутылочку. Вот она, наша бутылочка. Ну, что? Помянем рабу Божию. Как её там? Валентина. Валентина. Ну, пусть тебе будет земля пухом, Валентина. Хорошая, видать, ты по всему была женщина. Но больше уж никому не понадобится. Ты смотри, как живая лежит. Каждая кровинка на лице играет. Бывает. Ладно, всё. Заколачивай. Заколачивай, я сказал. Взяли? Взяли. Взяли. Отпускаем. Ага, смотри, чтобы кромки были, совпадали. Вась. А, Вась. Чего? Давай. Я выпью, ты работаю. Работы давай. Постой-ка, Вась. Вась, слышь? Шум какой-то из-под земли. Это водочка в тебе говорит, меряешься уже. Нет, нет, ты послушай, Вась, послушай. Слушай, не нравится мне всё это. Ну-ка, давай-ка быстренько закапываем и в город. Борис, вот опять. Слушай, люди какие-то сюда бегут. Какие? Какие ещё люди? Стойте! Стойте! Там живой человек! Не закапывайте! Доставай гроб! Доставай гроб! Гроб доставай, Фёдор Петрович! Я же говорил! Что это всё значит? Да вот, граждане, утверждай, что здесь живая женщина! Осторожно. Аккуратно. Так, так, так. Аккуратненько. О, Господи! 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 Ну, давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Митя, Митя! Мучались, думали, не успеем. Успели. Думали, не успеем. Ну, успели. Успели. Посидела. Как есть вся, посидела. Значит, вы и есть гражданка Петухова, да? Да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok